всем привет с вами как всегда я дезертир надеюсь вам понравится сегодняшнее видео в нем я расскажу от билде доктора какой он именно почему именно такой зачем как и все остальное почему вы узнаете чуть далее и так стоит начать с того что оружие для этого билда я подготовил специфическое для него вам придется к сожалению ну да к сожалению купить некоторые дилси например дилси которая добавляет лук это соответственно очень важное лично для меня оружие которое позволяет стрелять вот такими вот шашками с динамитом используя его за место судьи потом расскажу почему и что такое судья а вот данный лук позволяет довольно неплохо выносить любых противников два выстрела с этого лука сбивают например бульдозеру черному серому зеленому да вообще любого если вы попадаете ему голову они снимают ему стекло а это значит что вы можете его далее убить хоть с первого выстрела если у вас довольно мощное оружие а вот и второе оружие с которым я бегаю это локомотив тоже довольно мощная довольно хорошая и довольно скорострельная собственно говоря вот так вот она выглядит и применяется но и во всех миссиях последних оружие ближнего боя ну здесь стоит добавить что так как я купил казино мне выдали вот такое замечательное оружие как тазер а вот что же делает этот тазер он может вводить в шок и заниматься работой всеми вами любимого тазера собственно и те же самых тазеров мы можем бить тазерами что самое смешное чем я и занимаюсь на большинстве миссий далее я использую коктейль молотова так как это самое приятное для команды оружие потому что вы не не убиваете своих сантимейтов вы их не убиваете вы можете спокойно гранатой либо динамитом задеть своих друзей тем самым покалечив их нанести им урон а это нам не нужно огнем же как правило если он взрывается даже рядом с тиммейтом у него есть некоторое время чтобы убежать оттуда что касается гранаты если она взорвется то она взорвется прям под ним например или динамита и тиммейту будет очень неприятно что касается брони я использую костюм двойка в моем билде этот костюм дает мне максимальное преимущество так как в итоге благодаря всему тому что у меня есть у меня минимальный риск обнаружения как медик я использую медицинские сумки то что мне еще остается использовать но серьезно маски же вы убираете сами какие хотите туда-сюда это уже делал ваш также как и персонаж конкретно по поводу билда начнем мы с беглеца и так что здесь важно знать вот это вот линейка скиллов используется в основном для стелса но при всем при том вот этот скилл на единичку дает нам довольно неоспоримый плюс в плане того что наше оружие ближнего боя заметно на два пункта меньше это важно стойкость от скилла толстокожий увеличена на 10 пунктов это тоже важно пригнись и прикройся добавляет нас добавляет нам пятнадцать процентов к шансу увернуться когда мы пригнулись то есть мы сели и мы незаметнее для пуль на пятнадцать процентов что касается шестого чувства я его взял для возможности подбора различных объектов в режиме исследования также на стелсе очень важно когда один из ваших тиммейтов стоит на месте и помечает всех врагов в радиусе 10 метров от себя ну если вы решите проходить какую-то миссию стелсом например если вам нужно быстренько пробежать поставить на день выборов например нужный грузовик пометить и если вы пометите не тот грузовик то на втором дне вам нужен будет человек который будет отбиваться и все прочее то поверьте это вам все понадобится также у инстон вульф делается примерно для того же берется для того же и так далее вы можете носить с собой и еще один дополнительный мешок для трупов важно удобно и вообще круто в принципе вы можете прокачать еще страх же убийство гражданских уменьшен на 75 процентов это очень полезный скил очень хороший скил потому что будете тратить меньше денег за то что вы будете убивать различных гражданских например на том же самом банке гол где их можно убивать можно не убивать то есть ну не знаю если у вас хорошие друзья у всех прокачанная завязки на пятерочку то их можно конечно же всех положить но не знаю дело такое дело дело ваше а вот точнее стоп не на пятерочку на вот что касается беги и стреляй скорость передвижения увеличивается на 10 процентов что дает вам неоспоримое преимущество в плане скорости собственно для моего билда скорость это самый важный параметр потому что благодаря скорости мы можем как можно быстрее добираться до наших тиммейтов даже под одним из следующих скиллов и так братская помощь урон от бандитов снижен на 35 процентов при полной прокачке это полезно это важно потому что миссиями которые мы будем ходить это в основном крысы и hotline майами потому что именно эти миссии дают нам довольно большой прирост к опыту и деньгам вот такие дела а там и там и там есть бандиты мафиози все такое лебединая песня один из самых важных скиллов для медика если ваше здоровье достигнет нуля вместо того чтобы сразу упасть вы сможете сражаться еще 3 секунды при полной прокачке общее время станет увеличено до 9 секунд считайте 10 секунд которые мы можем потратить на то чтобы поднять своих тиммейтов особенно если какой-нибудь гений зашел с гранатометом его случайно ударил тазер он саданул с гранатомета под всю команду и у вас есть 10 секунд на то чтобы поднять хотя бы одного из тиммейтов очень важно очень удобно очень просто и очень весело вот такие дела далее ниже пояса позволяет нам наносить криты чаще в данном случае наносение критического урона с виновительностью 3 процента за каждые три пункта риска обнаружения меньше 35 считайте сами сколько это нам дает при минимальном при минимальном пункте обнаружения по моему в 3 на минимальное 3 у нас и так подлый фудок дает нам шанс вернуться и того он дает нам 10 процентный максимум 10 процентный шанс у ворота за каждый пункт меньше 35 так как я периодически использую оружие которое дает довольно много заметности я стараюсь его прокачивать на полную далее вы можете делать по своему по своим задумкам уже как вы хотите то есть если вам достаточно если у вас всегда идет три пункта заметности вы можете оставлять навык прокачанным на единичку если у вас нету трех пунктов заметности и вы все время как-то более трех пунктов то советую вам качать его на двоечку такие дела меткий стрелок вы устанавливаете 8 единиц брони за каждое убийство в голову навык срабатывает только один раз в три секунды короче говоря каждый раз когда мы убиваем кого-то раз в три секунды в голову мы получаем 8 единиц брони то есть нам ее сбивают мы там допустим не успели ее отрегенить быстро кого-нибудь убили в голову получили броню и реген пошел вот такие вот дела далее что касается призрака ветка призрака нам нужна в основном ради вот этой вот хорошей вещи это спринтер спринтер снижает наше время регена и добавляет нам шансу вернуться пушает также скоростью восстановления вот такие вот дела то есть грубо говоря мы будем быстрее регенерировать выносливость а значит мы допустим остановились на некоторое время быстренько раз и отрегенили вот такие вот дела также он снижает еще время до начала регенерации короче говоря это полезный скилл очень полезный для того чтобы нам больше бегать он прям таки великолепен что касается быстрых рук вы прокачиваете как быстрые руки так и вор домушник в последнюю в принципе очередь но домушник можно прокачать на базовый уровень потому что он поможет вам скажем так урон падений с несмертельной высоты снижен на 75 процентов что дает вам возможность не просто выжить но еще и остаться фактически невредимым вот такие вот дела что касается быстрых рук они позволяют вам быстрее упаковывать добычу собственно на этом все поэтому вы медик вам добыча не особо нужна это не ваша задача не ваше дело но впоследствии она может пригодиться поэтому на последних левелах уже можете прокачивать быстрые руки далее зачем мне нужны стальные нервы в технике объясняется все это 50 процентным урезом дамага во время взаимодействия с какими-либо вещами допустим вы чините бур или еще что-нибудь или любые любимые нами всеми китайские дрели которые постоянно ломаются в этот момент получается на 50 дамага меньше плюс у вас работает уклонение и в общем вам вообще как в шоколаде все далее зачем мне нужен штурмовик этот скил вы тоже можете качать по своему усмотрению но в принципе он вам понадобится что он делает он дает возможность быстрее передвигаться на 50 процентов с любыми сумками также дает возможность кидать же эти сумки на 50 процентов дальше навык полезный но не обязательный что же качается манипулятора это самый главный самая главная ветка которая вам нужна здесь нам нужна выносливость данная выносливость повышает ее на сто процентов плюс выносливость всей увеличивается еще на 50 процентов команды после всей вас ну как вы можете прочитать вот здесь все очень просто легко и классненько что касается дальше боевой медик в течение 10 секунд после того как вы подняли напарника ваш урон увеличивается на 25 грубо говоря вы крикнули на напарника и пошли всем раздавать поднятый вами напарник получит на 30 процентов больше здоровья ну тут думаю объяснять даже не надо напарники в обезболивающем получают 10 процентов урона в течение меньше на 10 процентов течение пяти секунд и еще на 20 меньше урона на про версии собственно говоря 35 30 урона минус это довольно довольно хорошо то есть вы крикнули минус 30 процентов урона им срезали отлично по моему очень но любом случае напарник успеет убежать что касается доминатора это довольно важный скилл когда вы например остались одни вы можете раздамажить любого спеца но по умом менее 25 процентов после чего вы спокойно сможете взять и завязать его связав заложником сделав это классно это удобно это очень хорошо в любом случае вы не останетесь одни в команде в таком случае боевой врач позволяет устанавливать две медицинских сумки а на про версии дает еще этим медицинском сумке по два дополнительных использования короче говоря у нас получается 8 использования медсумки две сумки 8 использований это очень помогает всей команде потому что каждый член команды сможет полечиться не по одному разу а по два раза то есть по сути вы имеете около девяти жизней каждый удобно думаю да вы поднимаете напарников быстрее на 50 процентов крик на них повысит их скорость передвижения на 20 процентов в течение 10 секунд вдохновление на базовом навыке дает именно такие преимущества то есть вы будете тупо их поднимать быстрее плюс крикнув вы сможете повысить их скорость передвижения с чем-либо поможет если например какой-нибудь танк медленно ходящий решил донести что-то тяжелое такие дела но самый главный скил в данном случае это про версия этого скилла вдохновления вы можете поднять напарника с вероятностью 75 процентов крича на него проще говоря напарник лежит за стеной при нормальных обстоятельствах вы бы не смогли его поднять но так крикнув на него через стену он может подняться удобно по мне очень допустим таким образом можно поднимать напарников лежащих на втором этаже лаборатории на крысах первый день при этом находясь в подвале на мой взгляд это прям таки великолепно что же касается перка по хорошему по хорошему я должен был бы использовать где у меня тут мой любимый шпион я должен был использовать шпионы на уклонение ибо это основная часть билда которая должна была бы быть здесь что он нам дает это дополнительные 30 процентов шанса уклониться плюс еще там прятки в толпе ну прятки толпе тут как бы везде есть поэтому это ничего не меняет а помимо всего прочего он дает уменьшение время переключения между оружиями на 80 процентов довольно хорошо удобно но тоже выбор каждого свой основному берут именно за воин в тени именно за уклоняющийся и именно за коварный то есть вот эти три скилла которые дают нам по 10 процентов уклонению раньше я бы сказал что это наверное лучший выбор сейчас я так не считаю и сейчас к сожалению или к счастью но ввели у нас сокола сокол позволяет выбрать вот эту ветку скиллов и вот это перков нападающий его стоит брать из-за основных скиллов это гистамин адреналин эндорфины дофамины и эйфории ну таки главный скил в этом случае это эйфории что же он нам такого дает спросите вы да очень просто нанося урон противником причем любой урон он будет у вас стакаться до трех по моему раз ну чаще я обычно не замечал в любом случае нанося урон противником вы будете восстанавливать 5 здоровья каждые 0 5 секунд в течение четырех секунд проще говоря за 4 секунды мы восстановим здоровье восемь раз по 5 единиц здоровья с одной стороны это кажется что это очень мало но например если вы стоите рядом с бульдозером вжимаете в него не знаю там с какого-нибудь пулемета куча патронов то за фактически каждое попадание вы будете восстанавливать какой-то процент здоровья поэтому этот скилл довольно удобен причем самое интересное вам не обязательно убивать противников вы можете попадать в противника и тем самым уже давая возможность себе восстановиться помимо всего прочего у вас есть коктейль молотова коктейль молотова как вы знаете действует довольно долгое время то есть вы выкинули земля под ним горит тем самым поджигая противников все очень просто если противник в этот момент наступит на коктейль молотова с данным перком вы будете в этот момент восстанавливать здоровье то есть соответственно если вам резко нужно восстановить большое количество здоровья вы стараетесь найти толпу кидаете под нее коктейль молотова и очень быстро восстанавливаете здоровье очень быстро потому что даже когда эффект четырехсекундный пройдет допустим да наступит следующий эффект то есть как только один противник там умер допустим там подойдет 2 3 4 и так далее особенно если вы играете например на крысах вы кидаете там на первый этаж коктейль молотова или кидаете в сторону машин коктейль молотова откуда идут противники и довольно быстро восстанавливаете себе здоровье на мой взгляд это очень удобно и очень круто очень классно все вырисовывается по поводу оружия вам рассказал собственно благодаря вот этому хорошему луку я убиваю всех щитов убиваю всех соответственно бульдозеров поэтому лук лук незаменим незаменим очень очень сильно если же у вас на самом деле нету лука или вы не хотите по какой-то причине покупать этот пак есть конечно еще один вариант который можно рассматривать но тут уже опять же на каждого свой собственно бегать можно с судьей вот судья это такой шести зарядный собственно на нет пяти за пяти зарядный простите дробовик который будет позволять вам разрывать всех щитов и прочих на части но единственная разница то что в отличие от лука у него по моему будет урон побольше но у него урон разовый 121 а у лука при полном натяжении урон может быть намного больше чем 79 поэтому сказать на сто процентов что в этом выборе лучше я не смогу вам то есть тут уже решайте сами раньше я бегал с дробовиком судья находится во вторичных дробовики соответственно что взять в этом случае если убегаете с судьей ну я бы вам посоветовал как вариант дробовик рэйвен рэйвен чем хорош тем что он тоже дает довольно небольшой прирост довольно большой простите прирост урона и довольно неплохо расправляется собственно со всеми противниками поэтому тут уже решать вам также я пользовался маслкони единственная проблема лично для меня было получение обрезанного ствола я брю и укороченного соответственно укороченной рукояти но это уже как кому повезет дробовичок двухзарядный соответственно поэтому надо быть аккуратным такие вот дела ну заодно расскажу чуть попозже о следующем билде в котором он у меня таки до сих пор используется а сейчас всем пока спасибо за внимание с вами был как всегда дезертер надеюсь вам понравился этот билд и надеюсь что он вам пригодится любом случае билд несложный получать его можно в изъяле после второго инфеймоса так как для полного добивания всего того что у меня есть вам нужен палач и вам нужен прокаженный зачем это вам надо для того чтобы получать 10 процентов снижение необходимого количества очков в ряду манипулятора беглеца и в ряду штурмовика беглеца такие вот дела ну в данном случае на самом деле даже не знаю вам нужен в основном манипулятор то есть только он в принципе то есть это получается даже после первого инфеймоса в принципе можете добить этот билд такие вот дела все остальные навыки которые я не стал рассматривать были вкачаны по сути только для того чтобы куда-то подевать очки ну например лидерство это стабильность пистолетов и прочих для моих союзников основном качал наблюдатель противники помещенные вами вы наносите больше им урона гражданские остаются запуганными на 50 процентов дольше это контроль толпы ну как бы понятно кабельщик для того чтобы мы завязывали собственно наших заложников быстрее тут тоже особо ничего не скажешь такого нового поэтому поэтому как то так а вот на этом действительно все всем спасибо за внимание всем удачи и свидимся ребят